всем большой привет вы на канале сижу вяжу с вами яна сегодня я бы хотела связать один узор показать вам его он с виду кажется сложным визуально он кажется очень очень нарядным но вяжется он легко для этого узора нам понадобится четное количество петель кратная двум плюс 2 кромочные мы будем вязать этот узор в 2 нити в два разных цвета для контраста будет очень красиво и некоторые нюансы перед тем как начать показывать хочу озвучить в этом ряду мы будем в этом узоре простите будем вязать 10 рядов два из которых будут установочные это нулевые ряды которые не учитывают не учитывается в дальнейшем но здесь их целых два вяжутся они просто один ряд все лицевые 2 ряд все изнаночные я уже подготовила изначальные ряды если вы хотите вязать вместе со мной поставьте на паузу а мы продолжим вязать этот узор с первого ряда и так когда у нас готовы первые два установочных ряда следующем действия мы должны подсоединить нить другого цвета первую петлю мы провяжем чтобы соединить эти две ниточки далее мы приступаем к вязанию первого ряда узора первые две петли мы провязываем лицевой 1 лицевая 2 лицевая а далее нам понадобится вот это вот вот этот промежуток между петлями а именно вот эти протяжки видите первая протяжка и 2 протяжка вот они две перемычки нам нужно будет вставить спицу под вторую протяжку то есть вот сюда вот сюда давайте попробуем 1 2 протяжка под вторую мы просовываем спицу вытягиваем длинную петлю а далее повторяем все что мы делали до сих пор а именно 2 лицевые и опять таки делаем протяжку под вторую перекладину вставляем спицу вытягиваем длинную петелечку и провязываем 2 лицевых петли повторим еще раз 1 протяжка 2 под вторую вставляем спицу вытягиваем петлю 2 лицевые до конца ряда провяжем таким образом под вторую протяжку кромочная у меня изнаночная провязали первый ряд поворачиваем работу второй ряд узора первую кромочную мы снимаем следующая петля у нас изнаночная 2 у нас тоже изнаночная а протяжку мы просто переснимаем на правую спицу не провязывая при этом нить перед работой просто переснимаем так вяжем до конца ряда 1 изнаночная 2 изнаночная дополнительную петлю длинную мы просто переснимаем нить перед работой так вяжем до конца 2 изнаночные в конце и кромочная и так мы провязали два ряда узора приступаем к третьему ряду и обязательно мы должны не забыть поменять ниточку так как после каждого второго ряда мы должны заменить нитку на другой цвет и так третий ряд первую кромочную мы провязываем чтобы присоединить друг дружке ниточку и начинаем вязать первая петля лицевая далее у нас идет маленькая петелька лицевая и вытянутая с прошлого ряда мы должны их подхватить за переднюю стеночку снять со спицы и вернуть только одну вот эту вот маленькую петлю которую должны провязать лицевой также мы лицевой провязываем и вторую петлю и после этого подхватываем длинную нашу вытянутую петелечку и перекидываем через эти две провязанные петли далее повторяем подхватываем эти две петли снимаем со спицы обратно возвращаем только одну маленькую которую провязываем лицевой и следующую тоже нужно провязать лицевой только после этого мы перекидываем эту длинную петлю через две провязанные петельки и у нас получается вот такая вот я не знаю капелька лепесточек получается вот такой вот вид продолжаем вязать подхватываем за переднюю стеночку переворачиваем возвращаем только лишь одну маленькую петелечку провязываем ее лицевой также лицевой мы провязываем и следующую петельку после чего мы эту длинную петлю перекидываем через них вяжем так до конца ряда сняли перевернули подхватили провязали лицевой следующая тоже лицевая перекидываем длинную петельку через эти две петли предпоследняя у нас лицевая петля и кромочная это был у нас третий ряд переходим к четвертому ряду и все петли в четвертом ряду у нас изнаночные если вам слышны посторонние звуки я прошу прощения у меня соседка сверху прибирается поэтому не будем ей мешать это святое дело мы продолжаем вязать и так мы провязали 4 ряда это основной узор который мы должны принципе повторять и далее и этим мы и займемся но единственное что мы сделаем мы немножечко сместим узорчик чтобы он у нас смотрелся в шахматном порядке обязательно меняем ниточку на другой цвет не забываем каждые два ряда мы меняем ниточку провязываем первую кромочную лицевой чтобы связать две ниточки вместе и фактически мы начинаем вязать тот же первый ряд но только с небольшим смещением вяжется этот ряд следующим образом первая петля у нас лицевая далее переходим к нашим к нашим протяжка здесь они видны намного лучше потому что они одного цвета под вторую протяжку мы вставляем спицу захватываем рабочую нить и вытягиваем длинную петлю старайтесь вытянуть ее немножечко побольше чтобы она не была затянута чтобы она не стягивала потом изделие полотно далее 2 лицевые опять нам нужна длинная петелька под вторую протяжку подхватываем ниточку подтягиваем немножечко чтобы она не была затянута и провязываем 2 лицевые повторяем так до конца ряда после того как мы подтянули ниточку фиксируем пальчиком чтобы она опять не убежала предпоследняя у нас петелечка лицевая и кромочная переходим к шестому ряду изнаночная сторона первую кромочную мы снимаем далее вяжем одну петлю изнаночную вторую петлю изнаночную и третью петлю тоже изнаночной а вытянутую петлю мы просто переснимаем не провязывая рабочая нить перед работой продолжаем 2 изнаночные здесь у нас в начале было три потому что у нас одна петля симметрии было мы ее тоже должны были провязать далее переснимаем длинную петелечку не провязывая нить перед работой 2 изнаночные кромочная изнаночная это у нас был шестой ряд опять напомню после того как мы провязываем очередные два ряда мы меняем ниточку и так мы меняем ниточку и переходим с вами к седьмому ряду соединим их седьмой ряд за переднюю стенку подхватываем первые две петли снимаем их со спицы и переворачиваем на спицу мы возвращаем только маленькую петелечку провязываем ее лицевой также лицевой мы провязываем и следующую рядом лежащую петелечку после чего подхватываем длинную петлю перекидываем через эти две провязаны и отпускаем повторяем подхватываем снимаем переворачиваем накидываем маленькую петельку провязываем лицевой 2 провязываем лицевой после чего накидываем длинную петлю вяжем так до конца ряда и и и и и седьмой ряд провязок переворачиваем вязание 8 заключительный ряд кромочную снимаем и провязываем все петли изнаночные вот мы и провязали весь узор вот что у нас получилось далее вязание продолжается с первого ряда но не с установочных рядов помните мы первые два ряда писали установочные а получается как бы с третьего ряда а вот вот такой милый у нас получился образец довольно таки красивый сейчас мы на него посмотрим в большом виде вот как он выглядит в масштабе так сказать покажу вам с разных ракурсов полотно получается довольно таки плотненькая но тем не менее она даже содержит какие-то дырочки в нем то есть если взять опять-таки ниточку одинарную он будет потоньше и будет более эластичный нежели сейчас у меня на образце что хотелось бы сказать я не знаю я не видела готового изделия в этом узоре я думаю будет смотреться очень красиво одно по моему видению этот узор бы очень хорошо подошел как украшение как отдельные элементы в основном изделие например торс можно связать таким узором а спинку и рукавчики допустим до обычной вязкой на не обычной основной которую вы выберете для вязания и допустим в одном цвете какие-то может полосочки отдельно может быть половинку изделия может быть какие-то вот небольшие элементы вставлять в основное изделие вот именно этим рисунком мне кажется будет очень красиво также еще красота этого рисунка зависит от того как вы подберете цвета к нему вот тоже очень большую роль играет ну в общем то что давайте я покажу вам как он выглядит с изнаночной стороны ничего не висит ничего не цепляется нету в длинных петель которые до могли бы зацепиться при 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 одевании вещи готовые поэтому я считаю очень достойный узор он очень красиво смотрится вот он сейчас напоминает мне наши весенние весеннюю нашу погоду когда почки распускаются когда все цветет вот прям вот навеяло мне поэтому я решила вам его показать и я думаю что вы получите от него истинное удовольствие так такое же как получаю я ну а в остальных изделиях на ваше усмотрение конечно потому что тут фантазия должна работать и выбирайте все 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 что вам хочется вяжите используйте этот узор он действительно очень хорош ну а про шапочки я даже не хочу говорить потому что он конечно будет очень красиво смотреться свитерочки кардиганы безрукавочки детские изделия будут очень хорошо смотреться пожалуйста используйте я буду рада если вам пригодится ну а я хочу вас поблагодарить за просмотренное видео подписывайтесь на канал ставьте пальчики и до новых видео а я вам от всей души желаю всего самого 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 доброго